МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главнее всего погода в доме. Тысячи чебоксарцев остались без тепла. Новые горизонты. Национальное телевидение теперь смотрят и в Ядрине. Более 25 тысяч чебоксарцев сегодня остались без привычного тепла из-за ремонта на трубопроводе. Горячие батареи стали еле теплыми в 200 жилых домах и свыше 40 в социальных объектах Новоюжного района столицы республики. А у кого-то и вовсе успели совсем остыть. Причиной стали ремонтные работы на магистральном трубопроводе. 10 декабря там выявили повреждения, сообщает администрация города Чебоксары. Волжская ТГК была вынуждена отключить с 6 утра циркуляционный режим отопления потребителей. Горячее водоснабжение осуществлялось в полном объеме с обратного трубопровода. Ремонтные работы шли в безостановочном режиме и к концу рабочего дня должны были завершиться. Сейчас мы буквально взваниваем школы, детские сады. Говорят, что прохладно, но терпимо. Паники нет в детских садах и школах. То, что касается устранения неполадок, сейчас в самом разгаре там все. К сожалению, то, что предполагали, оно оказалось сложнее и даже значительно сложнее. Поэтому мы планировали, что до 17 часов все завершим. Но, к сожалению, не получилось. Теперь, скорее всего, в полночь закончим сварочные работы. Там очень много сварочных работ. И часам к 4 утра, наверное, запустим отопление. Замерзание трубопровода не произойдет, пообещали специалисты. Но укутаться в теплое одеяние чбоксарцам все же советуют. Трубы и батареи не сразу станут горячими. Доступное жилье, развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции. Реализацию этих и других национальных проектов обсудили на заседании в Думе правительства. В Чувашии за 11 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 665 тысяч квадратных метров жилья. Почти половина из них построена по программе «Доступное и комфортное жилье гражданам России», благодаря которой свой кровь обрели дети, оставшиеся без попечения родителей. Практически все муниципалитеты выполнили планы. В ходе реализации проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в 2014 году нами заключено уже 13 договоров найма специализированного жилищного фонда с детьми, сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей. За счет средств 2013 года на общую сумму 11 миллионов 737 тысяч рублей в Канаше построено 13 благоустроенных квартир для детей и сирот. В этом году Чувашскую республику включили в число субъектов, на территории которых будет реализована еще одна социальная программа «Жилье для российской семьи». Более 200 жителей Чувашии уже подали заявки на участие. В рамках программы планируется дополнительно до 1 июля 2017 года построить не менее 210 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса по цене, которая не будет превышать 30 тысяч рублей за один квадратный метр, что, соответственно, позволит улучшить свои жилищные условия порядка 5 тысяч семей республики. Улучшение качества жизни зависит не только от наличия квартиры, но и от продуктов, которые мы потребляем. Государственная программа, направленная на развитие сельского хозяйства, успешно реализуется, резюмировал Сергей Павлов. Зерна в этом году собраны на 40% больше, чем в прошлом. Выросли продажи мяса и молока собственного производства. Однако без ложки дегтя не обошлось. Республика, которую всегда называли картофельной, в этом году сбавила обороты. Снизилось производство картофеля. Причиной является это снижение посадочных площадей, на что повлияла и недостатка семенового материала весной этого года, плюс низкие цены, это 12-13 годов, перед уборкой. При этом качество картофеля не пострадало, подчеркнул министр сельского хозяйства Чуваши. А трудности, связанные со снижением урожая, носят временный характер. И уже в следующем году чувашские аграрии постараются наверстать упущенное. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Приволжского таможенного управления. В нем приняли участие глава Чуваши, начальники таможен, руководители различных ведомств региона. Вопросы правильности классификации товаров в Приволжском таможенном управлении в 2014 году были одними из приоритетных. Только за последние три года судами вынесено более ста решений. И почти 80 из них в пользу таможенных органов. Затронули также вопросы, касающиеся экспорта и импорта товаров. Их доля в этом году сократилась. Например, экспорт снизился из-за прекращения вывоза за границу дорогостоящей спецтехники. В сегодняшний момент все равно кризисная ситуация с экономической, я имею в виду, находится в мире везде, пересматриваются контракты, плюс санкционная часть дала знать о себе. С теми странами, которыми были заключены договора, в принципе, продолжает работать. Не единственное по отраслям это может коснуться, но в сегодняшний момент, то есть Чуваши не оформляется, та номенклатура товара, которая попала под санкционную часть. Единственный вопрос, это по импортной составляющей, согласно указу президента 560, есть ограничение на ввоз плод овощной продукции и продуктов питания. Вот с этим вопросом, конечно, сократились поставки, но участники внешнеэкономической деятельности заключают договора с другими странами, которые не попадают в этот список и возобновляют поставки. Это касается стран Евросоюза, Канады, Австралии, а также Турции и Китая, которые относительно недавно заключили договоры на поставку. Кстати, объем внешней торговли на Чувашском таможенном посту в этом году составил более 200 миллионов долларов, и по сравнению с прошлым годом он уменьшился на 27%. Могу вначале же сказать, по всем показателям, которые есть у нас на сегодня, расчетно, прогнозно просчитали, с учетом финансовых определенных таких моментов. В целом мы по макроэкономическим показателям год завершаем лучше, чем даже истекший 2013 год. Касаясь работы таможня, я хочу поблагодарить всех тех сотрудников, которые работают таможенной службой уже Чувашской республики. На сегодняшний день мы много поездок осуществляем, встречаемся на территории муниципальных образований. Возмущений практически со стороны предпринимателей, со стороны коммерческих структур нет. Да есть отдельные вопросы, они рабочего характера, которые возникают, и с этой точки зрения хочу в канун Нового года, истекающего 2014 года, поблагодарить. Так надо работать. В свою очередь начальник Приволжского таможенного управления отметил работу Чувашского поста, а также его хорошее взаимодействие с контролирующими органами. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. К 2020 году российские города с населением более 300 тысяч человек должны перевести на природный газ как минимум треть пассажирского и коммунального автотранспорта. Чуваша уже разработала план действий. О целях и задачах на ближайшее время рассказал журналистом министр транспорта Владимир Филиппов. По программе перевода пассажирского и коммунального автотранспорта на метан планируется приобрести 357 единиц техники. Для предприятий и организаций, которые будут увеличивать свой автопарк за счет метановой, технике предусмотрены льготы и преференции. Впрочем, они и так не останутся в накладе. Сегодня самое экологическое топливо. Если взять по цене, то мы посчитали, у нас на сегодняшний день 18 автобусов находятся на балансе Чуваш Автотранса, которые работают на компрессивном природном газе. И в год экономия чисто по топливу составляет на один автобус порядка 600 тысяч рублей. Приводить существующий транспорт на природный газ дорого, а потому нецелесообразно. В Чувашии продолжат закупать новый метановый автотранспорт. На эти цели в бюджете следующего года предусмотрено 30 миллионов. Еще 15 – субсидий из федерального бюджета. Одновременно будут создавать сеть газокомпрессорных станций – стационарных и модульных. Мы обследовали на сегодняшний день 12 земельных участков, которые предполагалось по строительству АГНКС. К сожалению, 6 из них не подходят. Один в Канарском районе, один земельный участок в Канарском районе потенциально на сегодняшний день определен по строительству АГНКС. По последним данным о Газпром газомоторное топливо, на территории Чувашской республики предполагается строительство трех стационарных АГНКС и трех модульных. Мы предполагаем все-таки необходимо чуть более расширенная сеть в этом направлении для того, чтобы имели возможность не только автобусы и машины коммунальной техники использовать метан в качестве топлива, но и в том числе сельскохозяйственная техника. Поэтому на сегодняшний день есть на территории Чувашской республики предприятие, которое готово сегодня подготовить и поставить тем предпринимателям, тем предприятиям, которые изъявят желание приобрести данную заправку или блок-модуль, который будет стоить порядка 8-10 миллионов рублей для заправки, скажем, автомобилей от 5-7 автомобилей в сутки. Сегодня в Чувашии только одна действующая газонакопительная компрессорная станция. Ее услугами в день пользуются до 130 единиц техники. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах прошел первый форум некоммерческих организаций Чувашии. Инициатором его проведения выступила Общественная палата Чувашской республики. В рамках форума обсуждались такие темы, как волонтерство и благотворительность, грантовая поддержка НКО, проблемы распространения религиозных сект и ряд других вопросов. Форум некоммерческих организаций – это новая переговорная площадка власти и общества. Цель мероприятия – обсудить имеющиеся проблемы и предложить способы взаимодействия институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Форум проходил в формате живого общения. У нас есть какая-то плохая черта. Мы берем у Запада плохое. А вот хорошее не берем. Они, на сожалению, посадились на фастфуды. И по мне это видно. А вот как работать с волонтерами или как мотивировать волонтеров, они нас не научили. Или мы не захотели научиться. В рамках форума обсуждались и вопросы грантовой поддержки. Представители НКО сетовали, что к конкурсной документации предъявляются слишком высокие требования. Минэкономразвитие со своей стороны высказал претензии к самим грантовым идеям. Каждый проект должен быть направлен на конкретный результат. А разработчики зачастую неправильно расставляют не только цифры, но и приоритеты. Я лично отвечаю за каждую потраченную вами копейку. Я своей головой отвечаю. Понятно? Еще раз повторяю, что ни одна непонятная мне копейка не пройдет и проект не будет поддерживать. Не упирайтесь на опять вот эти вспоминальные обеды, на зарплату себе любимым и так далее. Ваша задача немножко иная. Мы не против зарплаты. У меня некоторые проекты, которые мы отклонили, там 70% от всего проекта это на зарплаты. Что это за проект? Ну не будет этого, понимаете, не будет. Не пройдете вы все равно. Я вам не подпишу этот контракт с вами. Форум посетил и глава республики. В своем выступлении Михаил Игнатьев поблагодарил гостей и экспертов форума за конструктивную работу, отметив, что в нынешнее непростое время очень важно говорить правду. Ваши предложения, ваши вопросы, которые были озвучены, мы у себя обсудим, соответственно, через организаторов, через рабочие группы. И где нужно уже взять за основу и включить их в соответствующие нормативно-правовые документы или законодательную базу, мы обязательно сделаем. Потому что наша задача вместе с вами не только слушать, слышать жителей Чувашской республики, и в то же время по максимуму, учитывая по содержательной части предложения, включать в работу с одной единственной целью, чтобы максимально минимизировать ошибки. Михаил Игнатьев выступил с инициативой расширить географические рамки форума и в следующий раз провести его в сельской местности, чтобы к диалогу подключились как можно больше представителей НКО. Марина Рябцева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии прошла торжественная церемония крепления полотнища знамени МВД по Чувашской республике к древку. В мероприятие приняли участие руководство и личный состав МВД республики, ветераны органов внутренних дел и кадеты средней школы номер 14 города Чебоксары. Почетное право прибивки первого гвоздя было представлено министру внутренних дел по Чувашской республике, генерал-майору полиции Сергею Семенову. Затем по очереди гвозди к древку прибивали 13 представителей различных служб министерства, начиная от младшего сержанта до полковника полиции. Завершил церемонию генерал-майор милиции в отставке Михаил Киселев. Сегодня знаменательное и историческое событие в жизни Министерства внутренних дел по Чувашской республике. И это событие рождения нового знамя МВД по республике. Знамя – это символ стойкости, мужества, высоких гражданских позиций в жизни каждого сотрудника полиции. Новое знамя будет храниться в дежурной части МВД, а предыдущее выставит на всеобщее обозрение в Музее истории органов внутренних дел республики. 11 декабря в России отмечают День памяти погибших в вооруженных конфликтах. История России, к сожалению, богата войнами, и новейший период – не исключение. В честь солдат, погибших при исполнении воинского долга в художественном музее открылась фотовыставка. А сегодня у стендов кадеты встречались с героями афганской войны. Война для любого человека – потрясение. Даже военные ищут любые способы сохранить хотя бы частично душевное равновесие. Нередко именно на войне люди становились поэтами, писателями или музыкантами. Такие таланты есть и в Чувашии. По возвращению из Афганистана Анатолий Ефимов, известный больше под псевдонимом «Хмыд», решил посвятить жизнь творчеству. Им уже написаны поэмы, баллады, романы и даже пьеса, поставленная на сцене Чувашского драмтеатра. «Именно в афганской войне, будучи в горах, лежа среди камней, глядя на луну, честно говоря, я себе говорил, как бы выйти из этой дыры, я обязательно посвящу свою жизнь к этим событиям. И именно с этой мечтой я вернулся, приехал точнее сюда, в Чебоксары. Именно с этой мечтой я поступил в учебное заведение ЧГО, закончил ее, и моя мечта исполнилась сейчас». Талант музыканта открыл во время страшных событий в Афганистане еще один участник войны. Он порадовал гостей игрой на гитаре, ведь именно музыка помогала хотя бы мысленно очутиться в стенах родного дома. Символично, что местом встречи выбрали выставку «Забытая война». Авторы представленной экспозиции – неизвестные фотографы Первой мировой, запечатлевшие жизнь духовщинского полка. «Уникальная выставка с тем, что каждая фотография закрывает нам образ жестокой войны». «Благодаря этой выставке я могу сказать, что мы проникаемся духом войны, понимаем больше. Просто в данный момент культурное наследие очень маленькое. Именно благодаря данным выставкам мы одухотворяем себя». «Благодаря таким мероприятиям мы, конечно же, помним обо всем произошедшем. О героизме, о наших героях, благодаря кому у нас сейчас мирны, мы живем в мире и спокойствии». Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. Дополнительное образование как способ занять детей во внеурочное время. Об этом говорили сегодня участники Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной Году культуры в России. Впервые на одной площадке собрались руководители и преподаватели, артисты, музыканты, юные исполнители, специалисты в области культуры и искусства двух республик – Татарстана и Чувашии. Говорили о современных тенденциях музыкального воспитания, о том, какие есть проблемы и перспективы. Дети любят и хотят заниматься музыкой, но надо сделать так, чтобы у них не пропал интерес к занятиям, чтобы наряду с классикой была возможность знакомиться с современными течениями из искусства. Учителей есть много идей по этому поводу. Лучшие войдут в специализированный международный сборник. Настоящая конференция, участниками которой стали многие преподаватели Республики Чувашия, конечно, показала, что у нас достаточно большой спектр проблем, которые надо было обсуждать, и мы это делали. Чувашия встретила нас замечательно. Конференция прекрасно организована. Мы видели очень заинтересованные лица наших педагогов. Гости из Татарии привезли на конференцию известный оркестр народных инструментов Казан-Муры, коллектив, лауреат международных и всероссийских конкурсов. Аккордеон, я думаю, в культуре Чувашии занимает свою нишу. Поэтому здесь очень много специалистов. И когда мы сюда приезжаем, нас ждут. Мы всегда сюда едем с каким-то особым трепетом, любовью, что люди поймут и ту программу, которую мы везем. В репертуаре сегодняшнего концерта, конечно же, оригинальное произведение для аккордеона. Это такие композиторы современные, как Ришар Гальяна. Конечно же, прозвучат произведения Валерия Ковтуна. Издательский дом «Грани» уже девятый год подряд объявляет конкурс школьных газет «Школа Пресс». В прошлом году ее участниками стали более 250 изданий и начинающих журналистов из субъектов ПФО и других регионов России. В этом году можно участвовать в четырех номинациях. «Лучший дизайн школьной газеты», «Лучший школьный корреспондент», «Лучшая газета городской школы» и «Лучшая газета сельской школы». Организаторы оставили за собой право вводить дополнительные номинации. Победители ждут призы и дипломы. Для участия в конкурсе нужно оформить заявку выбранной номинации, приложить три любых номера школьной газеты 2014 года и выслать их по адресу. Город Новочебоксарск, улица Советская, 14А. С отметкой «Грани» – конкурс «Школа Пресс». До 30 декабря этого года. Национальное телевидение «Чувашия» продолжает расширять границы. Теперь наши программы и ежедневные выпуски новостей смотрят и жители Ядрина. Как прижился новый телеканал в этом городе, узнал мой коллега Дмитрий Ковалев. Перед тем, как дать старт вещанию нашего канала, в городе проводили опросы. Программы национального телевидения местные жители и действительно ждали. Но только сейчас появилась возможность войти в городскую кабельную сеть. Уже знакомый многим символ красно-желтой звезды прописался в каждом доме Ядрина. Его население превышает 8 тысяч человек. И все они теперь смогут оценить интересные передачи и качественный видеоряд. В Ядрине телеканал вещает не только в аналоговом, но и в цифровом формате. Технически реализовать этот проект было сложно, на помощь пришли мобильные технологии. Сигнал передается по оптоволокну компании Билайн. Территория республики условно поделена на два кольца в южной и северной части. Точки на карте – это специальные узлы, которые принимают и передают сигнал на кабельные сети. На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Научебоксарск, Кугесец, Вильскмарпосад, Козловка, Тюрлюма. Очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. А можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Потребность в национальном телевидении достаточно высокая. И люди, которые проживают в этих городах, с которыми мы, естественно, контактируем, давно уже обращали внимание на то, что пора бы национальные телеканалы, чтобы в наших сетях появились. Ну, объясняли мы техническими невозможностями. Долго действительно мы к этому пути шли. Были сначала попытки неуверенного приема, пока мы не смогли договориться с своим пилкомом. В этом году национальное ТВ существенно расширило свой охват и приобрело новых зрителей. Сейчас сигнал подан во все города, где есть кабельные сети. В ближайшее время телеканал начнет вещать и в поселке Ибресе. Это были все новости на сегодняшний день. Завтра увидимся в это же время на национальном телевидении Чувашии. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»